В авангарде лучших кораблей Каспийской флотилии В авангарде лучших кораблей Каспийской флотилии МРК Углич и МРК Великий Устюг подтвердили почетное наименование «ударный корабль». 2019 учебный год Каспийская флотилия завершилась высокими показателями в боевой и мобилизационной подготовке. В ее составе увеличилось число боевых единиц, подтвердивших почетное наименование «ударный корабль». Среди них малые ракетные корабли проекта 21631 «Углич» и «Великий Устюг», которые в летнем периоде успешно выполнили задачи боевой службы в дальней морской зоне. Причем «Углич» подтвердил это почетное наименование второй раз. Точка сегодня уже смело можно сказать, что зачисление 27 июля 2014 года малых ракетных кораблей «Град Свияжский Углич» в состав ВМФ и включение их в стройбригады надводных кораблей с дислокацией в Махачкале встало для Каспийской флотилии событием этапным. В то яркое солнечное утро дня военно-морского флота командиры этих боевых единиц капитаны 3 ранга Алексей Гордеев и Михаил Степанов, принимая из рук командующего Кафель новенькие военно-морские флаги, еще не в полной мере знали о том, какими уникальными боевыми и навигационными качествами наделены их чудо-корабли. Эти качества, заложенные в них отечественными кораблестроителями и оружейниками, стали раскрываться во время ходовых испытаний и дальнейшей апробации кораблей проекта 21631 «Буян-М» в акватории Каспийского моря и Волги. Так, уже в ходе испытательных стрельб по береговым и морским целям стало ясно, что стоящие на вооружении кораблей установки вертикального пуска УФПП-8 крылатых ракет калибра на каждой являются оружием высокоточным, позволяющим наносить удары на большой дальности. За 2019 учебный год Углич прошел расстояние, почти равное экватору Земли. Уже в декабре 2014 года в состав флотилии вошел также серийный МРК проекта 21631 «Великий Устюг», которым тогда командовал капитан-3 ранга Роман Курочкин. В полной мере свои боевые возможности новые корабли «Суфткалибр» показали в ходе выполнения боевой задачи 7 октября 2015 года. Тогда ударным ядром Каспийской флотилии в составе ракетного корабля «Дагестан» малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Угличий Великий Устюг» было произведено 26 пусков крылатых ракет морского базирования комплекса «Калибр». Ракеты с высокой точностью поразили все заданные 11 целей на позициях террористов ИГИЛ, запрещена в РФ, на территории Сирии. Конечно, особой благодарности заслуживают летчики, которые работают в Сирии, и, как показала практика применения высокоточного оружия, моряки Каспийской флотилии, так оценил тогда действия корабельной ударной группы «Каф-Эль», участвовавшей в этой операции, верховный головнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин. Практика применения новой корабельной техники показала также ее универсальные мореходные качества. Эти корабли, относящиеся к классу река-море, способны совершать дальние переходы по рекам, озерам, лиманам и мелководным заливам, а также по каналам и шлюзам. Обладая высокой маневренностью и проходимостью, они способны оперативно перебазироваться по внутренним водным артериям страны, например, из Каспийского моря в Балтийское или Черное море. В ходе эксплуатации головного корабля «Град-Свияжск», других серийных кораблей «Завод-изготовитель», «Зеленодольский ССЗ», и его контрагенты с учетом замечаний и пожеланий главного командования ВМФ внесли определенные изменения в конструкцию узлов и механизмов проекта «Буяном», направленных на усовершенствование боевых и мореходных качеств последующих МРК этой серии. И хотя начиная с 2015 года и по настоящее время были введены в состав Черноморского флота другие корабли данной серии «Зеленый дол», «Серпухов», «Вышний волочок», «Орехово-Зуева» и другие, использование тройки каспийских кораблей проекта «Буян-М» в режиме испытания продолжается. Так, например, в августе 2018 года впервые в практике этого проекта малые ракетные корабли «Град Свияжский Великый Устюг» совершили переход из Каспийского моря по внутренним водным путям в Черное море и, миновав Босфор и Дарданеллы, присоединились к постоянной группировке кораблей ВМФ России в Средиземном море. А в середине октября прошлого года, выполнив поставленные на дальний поход задачи, эти боевые единицы благополучно возвратились в свой пункт базирования на Каспийской флотилии. Тот поход носил испытательный характер, во время которого корабли данного проекта класса «Река-Море» доказали, что могут успешно выполнять служебно-боевые задачи по предназначению в дальней морской зоне. А уже летом 2019 учебного года новый отряд боевых кораблей «Кафель» в составе «Углича» и «Великого Устюга» под общим командованием капитана 2 ранга Сергей Затова выполнял задачи боевой службы в дальней морской зоне на два месяца дольше, чем в аналогичный учебный период 2018 года. Причем качество выполнения задачи дальнего похода обоими кораблями было оценено командованием высшим баллом. Своими впечатлениями, полученными во время этого плавания в Средиземке, с красной звездой поделился капитан 3 ранга Максим Никифоров, который на данный момент является командиром МРК «Великий Устюг». В дальнем походе нам представилась возможность доказать, что экипажи Каспийской флотилии в боевой и морской выучке не отстают от моряков кораблей Балтийского, Черноморского и Северного флотов, входящих в состав межфлотской группировки. И мы продемонстрировали, что способны выполнять задачи на высоком профессиональном уровне как в Каспийской морской зоне, так и на мировом театре плавания. По результатам проверок всех кораблей военно-морского флота, находившихся эти четыре месяца в дальней морской зоне, малый ракетный корабль «Великий Устюг» занял первое место. Гордимся. Точка как до 1 декабря сего года. На флотилию пришло радостное известие, что обе эти боевые единицы подтвердили свое право носить почетное наименование «Ударный корабль», на МРК «Углич» уже шла подготовка к сдаче первой курсовой задачи, а МРК «Великий Устюг» вставал в завод для прохождения планово-предупредительного ремонта. Мы продемонстрировали, что способны выполнять задачи на высоком профессиональном уровне как в Каспийской морской зоне, так и на Мировом театре плавания. Точка встретили меня на «Углич» очень радушно. Правда, увидеться с командиром МРК капитаном 2 ранга Михаилом Степановым мне не довелось, так как он убыл в очередной отпуск. Поэтому свои поздравления в связи с подтверждением «Углич» почетного наименования «Ударный корабль» мне пришлось высказать помощнику командира корабля капитан-лейтенанту Максиму Суховерхову. Спасибо. Хочу добавить, что честь носить это наименование нашу кораблю достаивается второй год подряд, с улыбкой сказал Максим. Поощрение заслуженное, ведь мы перекрыли собственный рекорд прошлого года по пройденному расстоянию. В 2019 учебном году общая наплаванность корабля составила 20 500 морских миль, около 39 000 километров, из них 14 600 миль лак Угличана считал за время пребывания в дальней морской зоне. Для сравнения, длина экватора земного шара составляет около 40 000 километров. Вот и получается, что за 2019 учебный год Углич прошел расстояние, почти равное экватору земли. Но дело, наверное, все-таки не в цифрах, хотя и они являются весомым показателем ратного труда экипажа. Главное мерило качество боевой работы малых ракетных кораблей Углич и Великий Устюг в том весомом вкладе, который они внесли в поддержание необходимого оперативного режима в районе плавания у берегов Сирийской Арабской Республики, недопущение эскалации вооруженного конфликта в этом горячем регионе. Шамиль Хайрулин, Красная Звезда Астрахань